В этом году мы вспоминаем и празднуем 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. Успех революции состоит в том, чтобы делать то, на что надеется большинство, и то, чего боится меньшинство. То есть уничтожение системы, которая призвана эксплуатировать многих ради нескольких. В этом году революция открыла эпоху социализма, и это оказало огромное влияние на всю мировую историю. Сегодня, сто лет спустя, после того, как Советский Союз больше не существует, всемирная власть буржуазии остается в силе. Наша задача коммунистов – учиться тому, как бороться, и готовиться к этому. В апреле 1917 года Ленин совершил свой шестой визит в Швецию, и вернулся в Россию через несколько дней позже. Это был один из самых значимых моментов в мировой истории. То сопротивление, которое состоялось в России, и революция, Потрясла мир. Во многих местах по всему миру началось революционное сопротивление. Рабочий класс коллективно начал объединяться и бороться, и их голоса начали быть слышны. И взяв Великую Октябрьскую революцию как модель, рабочие восстали против эксплуататоров. И Швеция не была исключением. Во время, на протяжении первой половины 20-го столетия страйки проходили, и начиная с 1909 года, более 300 тысяч рабочих, а это 5,5% всей популяции, участвовали в страйках. На протяжении 1917 года, года революции, появился голод на улицах Швеции. Мужчины, женщины, солдаты и другие, кто бастовал против голодания, войны и политики шведской буржуазии, взялись за оружие. На Сискаро, острове на севере Швеции, возле финской границы, рабочие провозгласили независимость острова и основали советы. В то время шведская буржуазия поняла, что если они не найдут компромисса, то все закончится революцией. Только для того, чтобы выжить как класс, они решили договориться. В 1918 году движение за всеобщие права, которое человека, также подключило к себе и женщину. В 1919 году 8-часовой рабочий день был установлен. Революция в Швеции не была такой, как в России, но это не значит, что она не была важной. Мы знаем, что революция в Швеции помогла в будущем, чтобы капиталисты дали больше хлеба рабочим, чем тот, который они изготавливают, чем только остатки, которые они давали ранее. Самое основное, что можно сказать о социал-демократах в Швеции, это было создание одного из самых эффективных капиталистических классов в мире. Поскольку были проведены только косметические операции, они оставили капитализм сильным. Социал-демократы остались в тени капиталистов. Несмотря на это, коммунисты, как мы знаем, имеют проблемы с капитализмом, которые не могут быть решены просто методом реформ. Единственным выходом является социализм. Товарищи, сейчас мы являемся жертвами правого наступления, которое идет со стороны империалистических союзников. Эти движения имеют как экономическую, так и военную составляющую и поддержку. После контрреволюции не прошло много времени, когда бомбы начали падать на Югославию, и спустя еще немного времени Афганистан, Ирак, Ливию и сейчас Сирию. Товарищи, учитывая существующие нынче обстоятельства и противоречия, которые способствуют укреплению империализма. Коммунистические партии должны оставить теоретические споры в стороне и реформироваться в единую силу. Силу, которая борется против угрозы, которая показала, что она будет бороться до конца. Но, товарищи, мы не выбирали этого пути. Мы марксисты-ленинисты, которые учились в истории, и мы не будем сдавать назад. Мы коммунисты. Мы не дадим буржуазии обмануть рабочий класс. Товарищи, мы знаем, что прогнившая система уже изжила себя, и настало время для того, чтобы освободить мир от эксплуатации. Настало время для социализма. Товарищи, это время для нас, коммунистов, объединиться и раз навсегда ответить на вопрос социализма. Мы должны сформировать стратегию и тактику, которая поможет нам достичь того социализма, которого мы хотим. И в мире, и в движении мы должны показать рабочему классу в наших странах, что мы не согласимся просто на реформы. Не согласимся на капитализм человеческим лицом. Для нас, в Швеции, это означает, что мы поняли, что мы слабы сейчас. Должны искать более широкие объединения с другими организациями. Наша работа среди людей проходит не только в трудовых союзах, рабочих союзах. Мы работаем с соседями в школах, в университетах, и нужно идентифицировать эту работу. Тогда мы сможем обвалить стены капитализма. Товарищи, пускай дело марксизма и ленизма живет, пускай живет коммунизм.